Но оно очень эффективно. Как ниточка колышемся. На стуле ни в коем случае так делать нельзя. Привет, дорогие! Я Ника Болзов. И если вы не подписались на самый полезный канал по материнству, самое время это сделать. Сегодня я вам расскажу, а самое главное, покажу, как эффективно, продуктивно для вас и вашего малыша проживать схватки, проживать безболезненно и, самое главное, легко. Существует очень интересный факт. Чем ближе к родоразрешению, тем больше вам захочется двигаться не в вертикальном положении, а как раз вниз. То есть вас будет тянуть к земле. И это абсолютно нормально. Наши роды состоят из нескольких этапов. И для того, чтобы каждый этап проходил успешно, мы должны принимать определенные позы. Должны правильно дышать, правильно настроиться. И вот сегодня я вам покажу эффективные позы, которые вам помогут. Итак, мы вступили в роды. Мы знаем, когда мы вступили в роды. Я об этом обязательно вам расскажу в следующем ролике. А сейчас, когда мы в родах, что мы делаем? Мы начинаем двигаться. У нас опущена голова, и мы круговыми движениями начинаем круг делать тазом. По часовой стрелке, потом против часовой стрелки. И самое главное, у нас голова расслаблена. Следующий этап родов я настоятельно рекомендую проживать с фитболом. Потому что фитбол как раз-таки облегчает наши болезненные ощущения. Он помогает нашему малышу продвигаться. И очень эффективен как раз при схватках. Второе упражнение. Мы на фитболе сидим и круговыми движениями также делаем нашим тазом. В расслабленном положении. И дышим обязательно. Для удобства можно поставить стул, для того, чтобы на него опираться. Также можно опираться на подоконник. Третье упражнение можно выполнять исключительно на фитболе. Но оно очень эффективно. Итак, мы сидим на фитболе и начинаем прыгать. Вверх-вниз, вверх-вниз. Обращаю ваше внимание, что на стуле ни в коем случае так делать нельзя. Ни на стуле, ни на диване. Только на фитболе. Снова дыхание. И поехали. Подключаем движения вперед-назад. И круговые движения. Четвертое упражнение. Вспоминаем, что чем у нас сильнее схватки, тем нам хочется ближе к земле. И это абсолютно нормально. Поэтому четвертое упражнение. Мы становимся в позу кошечки. И начинаем двигать тазом по круговой стрелке. Вперед-назад. Голова у нас и шейный отдел полностью расслаблен. И обязательно не забываем про дыхание. Потому что во время схватки наше дыхание компенсирует кислород, который не хватает малышу. И пятая эффективная поза. Мы становимся на предплечье. Ножки у нас обязательно разведены. И вот таким образом мы просто как ниточка колышемся. Обязательно используя дыхание. Я очень хочу, чтобы каждая из вас родила легко и быстро. И уверена, что у вас получится. Потому что эти техники проверены тысячами женщин. И лично мной три раза. И помните самое главное, что роды – это совместная работа вас и вашего малыша. Поэтому очень важно, чтобы вы помогли своему малышу родиться легко и быстро. А день ваших родов запомнился вам как праздник. С вами была Ника Болзин. И если вы еще не подписались на самый полезный канал для вас, подпишитесь прямо сейчас. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok